То, что им приходится платить по чужим счетам, жители стали подозревать только в этом году. Хотя история началась, как они считают, намного раньше. Руководство ТСЖ, начисления за воду показались подозрительно большими. Сомнение развеяло ответы Самара Водоканала. В доме есть офисы нескольких организаций, но только одна не заключилась СКС договор. Салон красоты. Люди возмутились. Почему мы должны платить за них? Если бы у нас была возможность отключить как-то им воду, мы не можем отключить, потому что у них идет общий стояк. В многоэтажке на Мичурино жители платят за воду по общедомовому счетчику. Долгов перед Самара Водоканалом у них нет. А это значит, что за несознательных соседей им тоже придется раскошеливаться. В СКС признаются, они бы и рады повлиять на эту, мягко говоря, ненормальную ситуацию, да пока не могут. Мы сейчас не можем рассчитать точно до копейки, какой объем воды и на какую сумму был употреблен этим салоном. Потому что нас, ни нас, ни обслуживающую компанию, ни ТСЖ салон не допускает до своих коммуникаций. По приблизительным прикидкам это порядка 600 тысяч, учитывая штрафные санкции. Каждый раз, когда работников предупреждают, что в определенное время к ним придет проверка, они просто закрывают салон. Мы о своем визите не сообщали, поэтому здесь открыто и мы сейчас попробуем войти. Эффект неожиданности сработал, но здесь нам явно не рады. Приветливая дама прячется от камеры. На все вопросы у нее один ответ. Хозяин не велит. По словам сотрудников салона, все хозяйственные вопросы здесь решает Петр Фаустов, супруг хозяйки заведения. С ним мы связались по телефону. Вы никакого отношения к салону не имеете? Никакого. Вот как на духу. А кто сейчас тогда, если ваши сотрудники нам дают ваш номер? Да не мои сотрудники, не знаю. Как пользуясь салоном, я захожу туда, пострижусь и все, больше ничем не знаю. Если работники водоканала все же установят, что сотрудники салона за коммунальные услуги не платили, им выставят счет. По закону за последние три года. Жителям сумму, которую они переплатили, должны вернуть или зачесть в счет будущих платежей. Чем дольше владельцы салона отказываются выходить на контакт, говорят эксперты, тем выше будут штрафы. Чтобы не платить за чужую жадость, членам ТСЖ советуют научиться быть хозяевами в своем доме. Взять слесаря, взять электрика, обойти весь дом и посмотреть, есть ли незаконные врезки. Эти нежилые помещения должны оплачивать за содержание, за текущий ремонт. Они также должны оплачивать расходы по общедомовым нуждам. То есть они такие же помещения, как и наши квартиры. За свои права жители готовы бороться до конца и уже подготовили заявление в суд. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, Сергей Баскин. События.